Здравствуйте, многоуважаемые зрители канала Заметки Нумизмата. Продолжаем наши беседы, встречи, разговариваем о золотых монетах. Сегодня немножечко поговорим про золотые монеты второй половины XIX века. И напомню вам, что исторически 10-рублевые золотые монеты всегда назывались в Российской империи, собственно, империал. Половина от этих монет, 5-рублевые монеты, полуимпериал. Но так уж сложилось, что весь XIX век, большую точнее его часть, империальные монеты большими тиражами не выпускались. Фактически после правления Павла I и вплоть до реформы 1886 года, основной золотой денежной единицей, выпускавшейся в Российской империи, были 5-рублевые или полуимпериальные монеты. И тем не менее, если вы взгляните сейчас на монеты, лежащие передо мной, то увидите, что одновременно в некоторый период времени, точнее в 1870-х и начале 1880-х годов в Российской империи все же выпускались два номинала монет. Одна из них большая по размеру в данном случае, как уже мы говорили, является полуимпериалом 5-рублевой монеты. А другая, практически такая же по внешнему виду исполнению, но только меньше размером, 3-рублевая монета. О 3-рублевиках часто забывают, хотя именно 3 рубля являлась условным номиналом червонца. Три, а не 10, и именно 3 рубля назывались русскими червонцами. Когда появились образцы первых платиновых русских монет номиналом 3 рубля, то министр Конкрин и писал в письме своему далекому немецкому другу Александру Гумбольду, присылаю вам образец нового русского червонца. Три рубля в платине. Это уже позже в советское время, из-за соответствия веса и размера нового советского червонца, который мы чаще называем сеятелем, с царской 10-рублевой монетой, именно 10 рублей стало символом советского червонца. Имперский же червонец 3 рубля и образец такого червонца перед вами. Трехрублевые червонца выпускались в золоте с 1869 по 1885 год, то есть период правления Александра II и начальный период правления Александра III, вплоть до реформы, извинившей облик русских банковских монет. С 1886 года, напоминаю вам, банковские монеты стали в Российской империи портретными, а до того выпускались вот такие беспортретные монеты, с одной стороны которых был имперский орел, а с другой номинал 5 рублей и дата выпуска, 3 рубля и дата выпуска. Ну а появились в цвет золотые червонцы, то есть трехрублевые монеты в 1869 году после определенных событий, о которых мы с вами еще поговорим в других наших передачах. Итак, в Российской империи червонец это 3 рубля, а 10 рублей империал. В данном случае вам представлены пятирублевые, то есть полуимпериальная монета времени правления Александра II и червонец. Трехрублевая монета времени правления Александра II. Смотрите наш канал, задавайте вопросы, всего вам доброго, до свидания.